Здравствуйте! В этом видео мы с вами сошьем восхитительную нежную пижаму из хлопкового ажурного трикотажа. Это может быть не только пижама, но и костюм двойка. Вы можете удлинять рукава, а также шорты в той мере, которые вам необходимы. Можно сделать лонгслив и, к примеру, брюки. Костюм шьется очень быстро, вполне можно справиться за пару часов. Нам потребуется трикотаж длиной примерно 1 метр 20 сантиметров при обычной ширине в 150 сантиметров. Я сошью эту пижаму из восхитительно красивого молочного трикотажа, который называется ластик ажур. Трикотаж имеет необычное переплетение и за счет этого создается впечатление, что это ажурное полотно. Материал хорошо тянется, поскольку это трикотажное полотно. А еще оно имеет хлопковый состав, поэтому будет максимально комфортным для сна. Этот ластик ажур из магазина Тони Текс. Я делала подробный обзор своей посылки в предыдущем видео и больше рассказывала об этом полотне. Поэтому, если вы пропустили этот выпуск, советую его посмотреть. Там очень много полезной информации. Шить изделие я буду на оверлоке, поэтому мне потребуется 4 полиэстровые нити в цвет. Если у вас нет оверлока, то можно сшить и на обычной машинке. У меня на канале есть видео о том, как шить трикотаж без оверлока. Еще нам потребуется эластичная тесьма или резинка. Подойдет любой ширины. Я использую резинку шириной 3 сантиметра. И длина эластичной тесьмы примерно равна вашему обхвату талии. Можно взять чуть больше. В качестве выкройки я буду использовать свои базовые основы плоского кроя. Плоский крой, то есть без выточек. Идеально подходит для пошива трикотажных изделий. На сайте эта базовая основа есть в нескольких размерах и ростах. Для шорт я буду использовать также базовую основу обычных классических брюк. Они тоже есть на сайте bespoke.ru в разных размерах и ростах. Крой мы просто проигнорируем выточки по талии и сделаем крой более простым. Трикотаж, как и любые материалы, необходимо подготавливать к раскрою, то есть декотировать. Если отрез трикотажа большой, то я просто кладу его в машинку и включаю режим полоскания на небольших оборотах. А затем в горизонтальном положении даю трикотажному полотну высохнуть. Если отрез небольшой, то я могу его просто продекотировать на гладильной доске с помощью утюга и пара. Аккуратно раскладываем трикотажное полотно на доске, немного разглаживаем его, ни в коем случае не растягиваем. Наоборот, нам необходимо, чтобы оно было в максимально естественном состоянии. Затем я включаю функцию пара на утюге и прохожусь по всему полотну, еле касаясь полотна, но ни в коем случае не надавливая сильно и не растягивая. Наверное, на камере это не очень заметно, но я действительно еле касаюсь. Мне приходится держать утюг, я не отпускаю его полностью. После того, как я продекотировала этот участок, я даю ему немного полежать, отдохнуть, остыть на гладильной доске. И только после того, как он полностью остынет, высохнет, я перемещаю другой участок и то же самое повторяю с новым, еще не декотированным участком. Иначе волокна растянутся. С трикотажем торопиться нельзя. Сейчас я покажу вам, как я краю футболки лунгсливы по лекалам плоского кроя. Есть одна фишка, которая позволяет мне делать это быстро и при этом качественно, чтобы детали были максимально ровными и точными. Полотно сложено пополам, кромкой вместе. То есть, с одной стороны у меня две кромки, с другой стороны сгиб. Обычно, когда я краю, я раскладываю полотно кромкой к себе. Беру лекало полочки и спинки и хочу показать вам сразу, чем они отличаются, если вы пользуетесь этими же базовыми основами. Посмотрите, они одинаковые в ширине, но немного различаются по линии плеча. Уровень плеча у полочки, то есть передней детали, на пару сантиметров ниже. Если мы привыкли, что обычно бывает наоборот, то часто в деталях плоского кроя встречается такая особенность. Также они отличаются линией горловины. На полочке передней детали она, соответственно, глубже. И линия проймы также немного глубже у полочки. Поскольку деталь спинки больше, чем полочка, я краю сначала две детали спинки. Я прикладываю боковым срезом боковой линии к кромке, делаю отметку по середине спинки и затем беру два слоя ткани, сгибаю по этой линии, по отметке, которую только что сделали, и складываю материал уже в четыре слоя. Вот так. Можно прямо вот так завести руку и расправить. Теперь я беру деталь спинки и прикладываю ее к сгибу серединкой. Можно приложить так, можно так. В целом разницы нет. Далее очерчиваю ее. Теперь я вырезаю прямо в четыре слоя материал с припусками 5 миллиметров, максимум 7, потому что лекала даются без припусков. По низу я оставляю примерно 3 сантиметра, но это на ваше усмотрение. По плечам и горловине также пол сантиметра. Итак, сейчас мы получили две детали спинки. Теперь одну я убираю, она так и останется у нас спинкой. Вторую складываю обратно и прикладываю теперь уже полочку, совмещая сгиб середины полочки и вот этот уголок на вершине боковой линии. Далее вновь очерчиваю горловину, плечевую линию, линию проймы и все. Теперь вырезаю с припусками 5-7 миллиметров, и у нас готова полочка. На мой взгляд, раскрой полочки и спинки именно в плоском крое так намного быстрее и эффективнее, потому что иногда бывает, что скроишь спинку, а затем скроишь полочку, а в итоге они немного отличаются по ширине или еще что-то. А здесь припуски прямо точно одинаковые, ну и времени тратится практически в два раза меньше. Плюс у вас остается отрезок цельный со стороны сгиба, и вам не приходилось каждый раз перетягивать полотно. В этом отрезке можно скроить рукава, почему бы и нет. Раскрываем его, решаем какой длиной у нас будет рукав. Вот, к примеру, у меня по внешним линиям рукава примерно 7 сантиметров. Я прикладываю к материалу, примерно делаю отметку, отгибаю. Здесь, конечно, тоже нужно ориентироваться на долевую, она должна быть строго перпендикулярна вот этому сгибу, то есть косичка, о которой мы чуть ранее говорили, должна быть под прямым углом к сгибу. Прикладываем рукав, длины с двух сторон должны быть одинаковыми. Сверху закладываем 7 миллиметров на припуски и очерчиваем рукав. По передней части рукава я делаю отметку для того, чтобы потом не перепутать рукава, и вырезаю рукав. Отметку можно сделать надсечкой с помощью ножниц на пару миллиметров. По сгибу я разрезаю, и низ рукава уже готов, его даже не нужно было очерчивать. Он идеально ровный, поскольку мы разрезаем по сгибу. Единственное, по низу рукава я хочу сделать припуск также примерно в 3 сантиметра, поэтому для ровности я очерчу эту линию, и когда буду кроить вот эти внешние стороны рукава, я сложу рукав по нижней линии и срежу, оставив припуск 7 миллиметров с одной стороны и с другой. Смотрите, как изменились срезы рукава. Если бы мы вырезали бы прямо, либо с тем же самым залужением, то когда отгибали бы низ рукава наизнанку, у нас здесь возникла бы стянутость, потому что немного материала было бы недостаточно. И еще одна деталь, которая нам нужна для футболки, это обтачка для горловины. Для обтачки нам просто необходимо замерить длину горловины по полочке. К этой величине добавляем длину горловины по спинке. Например, у вас получилось 20 сантиметров. Эту величину умножаем на 2 и краем полоску длиной 40 сантиметров. Я провожу линию, ориентируясь, кстати, на цветы, что очень удобно, провожу параллельную линию с отступом в 4 сантиметра. То есть моя полоска будет равной 4 сантиметрам в ширину и вырезаю. Кстати, забыл сказать, в длину эта полоска должна быть не по долевой, а по уточной, то есть поперек кромки, на 90 градусов кромки. Потому что по утку трикотаж тянется намного сильнее, чем по долевой. А нам для обтачки как раз нужен этот эффект. Это бейка для обтачивания горловины. Соберем детали футболки. Раскладываем спинку лицевой стороной наверх. Лицом к лицу прикладываем деталь полочки и соединяем плечевые срезы. Стачиваем только их. Далее раскрываем полочку со спинкой и прикладываем рукав. У нас есть отметка передней части рукава. Лицевую сторону рукава мы прикладываем к лицевой стороне полочки и спинки. По горловине определяем, где полочка. Та, которая глубже. К ней прикладываем окат с отметкой, которая обозначает переднюю часть рукава. Скрепляем один кончик рукава, второй и прикрепляем в промежутках. Вот так и прокладываем строчку. Присоединили рукава. Теперь складываем футболку пополам. Видите, она уже практически готова. Совмещаем боковые срезы, точку по низу, шов втачивания рукава и низ рукава. И прокладываем строчку. То же самое со второй стороны. Готово. Остается только обработать низ рукавов и низ футболки. Срезы низа я обметываю на верлоке. Затем отгибаю наизнанку примерно на 2-3 сантиметра, закрепляя булавкой и прокладываю строчку. Я проложу обычную прямую строчку. Вот, к примеру, по низу рукавов я уже ее обработала. Лицевая сторона выглядит вот так и изнанка так. Срез зафиксирован и при этом удивительно, но строчка неплохо растягивается. Для комфорта вполне достаточно. Остается только обработать горловину. И здесь нам потребуется та полоска шириной 4 сантиметра, которую мы скроили. Обийку складываем пополам лицевыми сторонами вместе и стачиваем. Закольцевали обтачку. Теперь складываем ее пополам. И при этом я складываю ее вот так, направив припуски в разные стороны. Можно даже здесь надсечь. Это позволит сократить толщину. Шов по обтачке я прикладываю либо к середине спинки. Можно к одному из плечевых швов. Я люблю к спинке. Скрепляю булавкой. Затем оттягиваю середину у обтачки, у бейки. И оттягиваю середину у горловины. Со стороны полочки скрепляю булавкой. Срезы обязательно совмещаем и совмещаем детали по всему кругу. Даем строчку на оверлоке. Также припуски по шву притачивания бейки можно направить в сторону футболки и проложить строчку с отступом примерно 1-2 миллиметра от шва. То есть отстрочить припуски для того, чтобы лучше их зафиксировать. Футболка на этом будет готова. Переходим к пошиву шорт. Я вновь складываю полотно лицом к лицу в два слоя, совмещая две кромки. С другой стороны остается сгиб. Решим, какой длины будут шорты. Например, если замерить по боковой линии 37 см. Прикладываем одну деталь ближе к кромке, например, переднюю деталь. И при этом нам нужно прикладывать детали в соответствии с направлением нити. Если вы пользуетесь моими базовыми выкройками, то здесь есть вертикальная линия, на которую можно ориентироваться. То есть эта вертикальная линия должна быть строго параллельна сгибу или кромке. По передней детали она тоже есть. Я продублировала ее на вторую сторону. Теперь прикладываю переднюю деталь. Для того, чтобы проверить, правильно ли я приложила ее, параллельно ли кромки. Я замеряю вначале, чуть повыше. Если все в порядке, то очерчиваю. Линию талии я провожу единой линией, не обводя контуры вытачки. И на уровне бедер делаю отметку. Затем прикладываю заднюю деталь. Заднее полотнище с отметкой бедер. Проверяю параллельность кромки и очерчиваю здесь линию талии. Также пропускаю вытачку. И второй участок. Средняя линия и внутренний шаговый срез. Теперь участок между боковыми линиями переднего и заднего полотнища я соединяю. Делаю отметку низа. Шорт. И все. Лекалы нам больше не нужны. Проводим линию низа. И вот эту плавающую линию талии мы немного выравниваем и добавляем к ней величину, равную ширине резинки. Например, 3 сантиметра. Можно прям вот так по резинке и обвести. Продолжаем линию середины со стороны задней половинки и передней наверх. Таким образом, мы сейчас надстроили цельнокроенный пояс. Вообще, такой метод создания пояса не совсем правильный, но в трикотаже в этом нет ничего страшного. И это даже лучше, поскольку мы сократим количество швов, срезов по линии талии, а значит толщина будет меньше. Срез низа шорт я вырезаю также с небольшим припуском, примерно в 3 сантиметра, с таким же отгибанием, как и по рукавам. Таким образом, передние и задние детали шорт у нас едины, они цельнокроенные, бокового шва не будет. По верхнему срезу припуск делать не обязательно. И перейдем к сборке. Детали брюк каждую. Складываем лицевые, сторонами вместе и стачиваем внутренние шаговые срезы. Два шва. Берем две половинки шорт, две детали, и совмещаем их лицевыми сторонами вместе. Либо можно вывернуть, к примеру, одну на лицевую сторону, вложить ее во внутрь второй. Вот так. Совмещаем внутренние шаговые швы, уголки по талии в оставшиеся отрезках и прокладываем строчку на оверлоке. Строчку проложили, выворачиваем и обработываем талиевый срез. Нам потребуется резинку соединить двумя срезами вместе и проложить обычную строчку примерно с отступом на 5 миллиметров. Теперь концы резинки раскрываем. Присоединяем шов по резинке к заднему шву, прикрепляем булавкой, оттягиваем середину у эластичной тесьмы, прикрепляем ее к шву по передней половинке, затем подтягиваем резинку и совмещаем ее сталевым срезом по всей длине. С определенной периодичностью скрепляем булавкой. Теперь нам потребуется проложить строчку на оверлоке, одновременно соединяя срез талии с резинкой. Нужно постараться ничего не срезать, а просто обметать по краю. И когда вы будете обметывать, потребуется немножко растянуть резинку для того, чтобы эластичная тесьма была одной длины со срезом талии. Вот так. Растягиваем и одновременно шьем по кругу. Пристречили эластичную тесьму, теперь нам необходимо отогнуть ее наизнанку прямо по ширине эластичной тесьмы, больше делать не стоит, и прикрепляем булавкой. Затем, например, сантиметров через 10, также отгибаем, расправляем хорошенько, прикрепляем. Я прямо расправляю все волны для того, чтобы именно в этом участке все было ровно, без складок. А затем прокладываю строчку уже на машинке, прямую строчку, прямо по строчке оверлока. Также посередине, между строчкой и краем пояса цельнокроеного, можно проложить еще одну либо две строчки, пропорционально разделив эту ширину на необходимое количество частей. Низ шорт я обработала так же, как и низ рукавов и низ футболки. И пижама на этом будет готова.